Ежегодно подмосковные поисковые отряды организовывают около 200 экспедиций, во время которых находят более тысячи останков советских солдат и офицеров Красной Армии. Об этом рассказали представители отрядов на встрече с депутатами Единой России. Темой дискуссии стала роль поискового движения в патриотическом воспитании молодежи. Вы знаете, когда на окраине села Покров Солнчегорского района молодые ребята поднимали останки 434 воинов, я думаю, для этих ребят история нашей страны – это не пустой звук. Они реально видели, что большое количество людей, принимавших участие в защите Москвы на полях сражений в Московской области, отдали свою жизнь и, углубляясь в изучение этого кусочка истории, они могут масштабно посмотреть, а что происходило тогда, в то время, вообще в нашей стране и в мире, и какая трагедия постигла человечество. На дискуссионной площадке обсуждали также проблемы, с которыми сталкиваются поисковики. Например, не всегда получается договориться о раскопках на частной земле или найти финансирование на организацию экспедиции. Еще одна большая проблема – установление личностей погибших. Из суеверий многие воины не заполняли опознавательные медальоны или сжигали документы, чтобы они не попали к немцам. Есть такое выражение, Александр Васильевич Судоров в свое время сказал, что война закончится лишь тогда, когда захоронен последний солдат, погибший на этой войне. И вот не случайно мы нашу организацию назвали плацдарм, то есть именно тот кусок фронта, тот кусок войны, тот кусок земли, на которой была война, мы должны обследовать, и после нас там не должно быть ни останков, ни взрывоопасных прибетов. Во время дискуссии зачитали доклады, обсуждали накопившиеся вопросы и искали возможности их решения. Также участники встречи отдали дань памяти погибшим во время афганской и чеченской войн, почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.